В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Леся Харлина. Главная тема сегодня. Одно замечание и смерть. Пьяный мужчина жестоко расправился с соседом. Сейчас вы у меня побегаете. Откровение причины телефонных лжетеррористов. Вчера совершил звонок в сотовую компанию. Сообщил о том, что у них заложена бомба. И потребовал деньги в размере 10 миллионов долларов. Добровольный бродяга. Молодой человек дважды возвращался на место преступления за ценными вещами. Пришел немножко к родителям и заняться самостоятельной взрослой жизнью. Покупатели торгового центра «Премьер», отправившиеся на шоппинг в субботу вечером, запомнили этот поход надолго. На глазах очевидцев с третьего этажа упал молодой человек. По предварительным данным, около 21 часа 26 марта 2016 года произошло падение молодого мужчины с эскалатора торгового центра, в результате которого он погиб. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По словам свидетелей, погибший выбрал нестандартный способ для спуска. К тому же был пьян. Правда, насчет состояния и фантазии молодого человека в интернете тут же разгорелись жаркие споры. Сочувствующие первым делом сослались на неисправность эскалатора. Представители торгового центра подтвердили полное техническое соответствие всем необходимым требованиям. Для бытовых убийств характерна одна важная особенность. Почти все они совершаются в доме, где вместо завтрака, обеда и ужина напитки под градусом. В ноябре прошлого года жильцы общежития на улице Советской Армии лишились сразу двух соседей. Даже спустя несколько дней отчетливо видно, где произошло убийство. Лужи крови хорошо въелись в напольное покрытие, а сам подозреваемый немного жалеет о случившемся. Хорошего человека не стало. Погибший характеризовался крайне положительно. Работал. Сам он с Рязанской области, житель Рязанской области. В связи с тем, что работал в Рязани, приобрел комнату в этом общежитии. Чего не скажешь о подозреваемом. Нигде никогда не работал неоднократно судим за кражи и причинение вреда здоровью, что характерно тоже с использованием ножа. В ночь убийства мужчина сам постучался к соседке и признался, что в его комнате лежит окровавленный труп. Следователи насчитали на теле жертвы девять ножевых ранений. На городе током, как объясняли? Схватил ножку, ударил. Все там произошло гораздо быстро, спонтанно. И довольно-таки небольшое расстояние. То есть все в ограниченном пространстве было. И удар он наносил вот... Соседи главного подозреваемого неоднократно призывали неспокойного соседа к совести и порядку. Но его асоциальные друзья регулярно приходили в гости, шумели и смущали постоянных жильцов. Что привело в такую обитель добропорядочного гражданина, можно догадываться только со слов его соперника. В тот вечер они вместе выпивали. Хозяина комнаты оскорбили замечания гостя по поводу образа жизни и поведения. Попытка в очередной раз наставить мужчину на истинный путь закончилась трагично. Он изначально давал показания. Содеянным как бы раскаялось, признается. Даже сейчас на окончании следствия он сожалел о содеянном. А специалисты напоминают, что есть законные способы утихомилить агрессивных и не очень вежливых соседей. Нюансов, правда, много. Но главное действовать коллективно, уверенно и последовательно. Обращайтесь к своему участковому, пишите жалобы. Но ни в коем случае не пытайтесь устранить проблему лично. Такая самодеятельность обычно приводит к самым худшим последствиям. Когда дело касается их, телефонных хулиганов, в новостных сводках обязательно присутствует слово «очередной». В последнее время не проходит недели, чтобы хотя бы один город России не пострадал от таких шутников. Короткий звонок и на несколько часов парализована работа вокзала, магазина или предприятия. На прошлой неделе вступил в законную силу приговор суда в отношении 47-летнего жителя Рязани. Прожив почти пять десятков лет, мужчина тоже решил проверить чувство юмора оперативной группы. Кроме возмещения материального ущерба за ложный выезд сотрудников оперативных служб, мужчине присудили полтора года исправительных работ. Шутник сообщил об угрозе теракта в одном из крупных торговых центров города. Дальше все по сценарию. Эвакуация посетителей, проверка территории, протокол. Разумеется, сообщение оказалось сложным. Статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает за подобное деяние широкий спектр наказаний. От штрафа, порядка 200 тысяч рублей, до лишения свободы на срок до трех лет. Также на виновного, а в случае если виновный подросток, то на его родителей возлагается возмещение материального ущерба за ложный выезд сотрудников оперативных служб, полиции, спасателей, кинологов, пожарных, следователей и других специалистов. Этот ущерб может составить несколько сотен тысяч рублей. Гудки, сирены, оцепления, бегущие люди – реальность похожа на зрелищный спектакль, а на авансцене – великовозрастный шутник. Как правило, таким образом развлекаются люди 30-40 лет, обычно мужчины. Вы намеренно шли на совершение преступления? Да, я знал в ответственности. Иногда мотивом для звонка о ложном минировании становится желание отомстить за мнимые или реальные проблемы, стремление причинить неприятности конкретным людям или организациям. Логика примерно такая. Потеряли багаж в аэропорту, сейчас позвоню и вы у меня побегаете. Как ни странно, телефонные террористы подобного сорта зачастую убеждены, что не мстят, а таким странным образом восстанавливают справедливость. Вчера я совершил звонок в сотовую компанию, сообщил о том, что у них заложена бомба. И потребовал деньги в размере 10 миллионов долларов. Хочется напомнить, современное техническое оснащение полиции позволяет в считанные минуты установить личность телефонных шутников. Оставаться инкогнито им удается крайне недолго. Психологи между собой называют такое поведение мужской минутой славы. А вот расплата длится куда дольше. И ответственность за подобные преступления наступает с 14 лет. Я взял телефон, позвонил на экстренный вызов 911 и сказал, что на школу напали террористы. Потом я включаю телефон и все. Школьникам стоит взять на заметку, насколько дорого такое озорство обойдется родителям. А вот взрослым должно быть стыдно. Опьянение пройдет, а уголовное дело останется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На шестом этаже он увидел приоткрытую входную дверь в квартиру, подошел к ней и, обнаружив, что у данной двери нет жильцов дома, открыл дверь, зашел вовнутрь квартиры и обнаружил лежащий на комоде стоящий в прихожей квартире два сотовых телефона. После легкой добычи юноша быстро удалился, а уже на следующий день вернулся за приглянувшимся на лестничной площадке велосипедом. На нем-то молодой человек и уезжал от охранника. Его задержали сначала сотрудники полиции. В августе 2015 года провели с ним необходимые следственные действия первоначальные. Допросили его в качестве подозреваемого. Вину свою он признал, полностью рассказал о совершенном преступлении. А затем на несколько месяцев снова исчез. Подростка обнаружила столичная служба ПДН. После необходимых процедур следствие настаивало на содержании под стражей, но суд ограничился подпиской о невыезде. Пока любитель острых впечатлений закон не нарушал. Семья в целом благополучная. Еще есть в семье младший ребенок. Просто так получилось, что родители развелись и у каждого теперь другая семья. Ну и поэтому он как бы решил не мешать родителям и заняться самостоятельной взрослой жизнью. Сам даже говорит о том, что он прекрасно понимает, что свершил уголовно наказуемое деяние. Можно сказать, что он довольно-таки грамотный человек. Пишет, что он абсолютно без ошибок, несмотря на то, что закончил не так много классов, но и по учебе не отличался. В общем и целом, подтверждают следователи, жилось молодому человеку вполне неплохо. Родители обеспечивали подростка финансами и одеждой. Несмотря на это, юноша предпочел бродяжничество. В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено в суд. Эпизода 2. Оба предусматривают лишение свободы. Но, учитывая возраст обвиняемого, в колонии он может и не попасть. А в этом скромном жилище на окраине Рязани под руководством 43-летнего жильца работал целый подпольный цех по производству контрафактной алкогольной продукции. Оперативникам удалось заполучить образец подпольной алкогольной продукции. Выяснилось, что этикетка и акцизные марки на бутылками с водки с признаками подделки, а содержимое – водно-спиртовая смесь кустарного производства. По предварительной информации, алкоголь, разлитый вот в таких непрезентабельных условиях, злоумышленник сбывал небольшими партиями, в основном через знакомых. Акцизные марки подделки, да? Да. Здесь происходит разлив. Путём смешивания спирта с водой стоит компрессор. Серебряный прудский рекордовочный завод не существует, не функционирует уже на протяжении нескольких лет. Всего из незаконного оборота было изъято более 3000 литров, а также пустая тара, пробки, этикетки и поддельные акцизные марки. В отношении хозяина подпольного цеха возбуждено уголовное дело. Ответ на вопрос, как смягчить уголовное наказание, всегда очень индивидуален. Потому что зависит от характера и размера преступления от ряда смягчающих обстоятельств. Европейская тенденция последних лет заключается в том, чтобы сажать при условии отсутствия других действенных мер. Сегодня в правовом поле разберемся с видами освобождения от уголовной ответственности. В связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с возмещением в полном объеме ущерба по делам о преступлениях экономической деятельности и в связи с течением сроков давности. Самым распространенным основанием освобождения от уголовной ответственности является примирение обвиняемого с потерпевшим. Какие условия для этого необходимы? Лицо должно впервые совершить преступление. Преступление должно относиться к категории небольшой, либо средней тяжести. И лицо обвиняемое должно примириться с потерпевшим. Обещание возместить ущерб в будущем не рассматривается судом как основание освобождения от уголовной ответственности. Например, в 2012 году при рассмотрении одного из дел в Октябрьском районе города Рязани уголовное дело было прекращено в связи с тем, что представитель потерпевшего заявил о ходатайстве о прекращении дел в связи с примирением сторон. И это ходатайство было удовлетворено. Однако, впоследствии при рассмотрении дел в суде апелляционной инстанции было выяснено, что вред на самом деле не заглажен. И это было лишь обещание загладить вред в будущем. В связи с чем апелляционная инстанция данное постановление суда отменила. Когда основанием для освобождения является деятельное раскаяние? Лицо совершило преступление впервые. Преступление также относится к категории небольшой либо средней тяжести. После совершения преступления лицо, его совершившее, добровольно явилось повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб, либо иным образом загладило причиненный вред. В 2015 году по данному основанию было прекращено только 125 уголовных дел. Для сравнения в связи с примирением сторон прекращено почти в 10 раз больше. Как рассчитывается срок давности? Если со дня совершения преступления истекло 2 года, то это является основанием для прекращения уголовного дела о преступлении небольшой тяжести. Что касается средней тяжести, то этот срок составляет 6 лет. Тяжкого преступления 10 лет и особо тяжкого 15 лет. Ну и также Уголовный кодекс устанавливает отдельные основания прекращения уголовного дела. Это в связи с актом амнистии, в связи со смертью лица, привлекаемого к уголовной ответственности. И также в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия к лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте. Но данные основания встречаются не так часто. Такой была эта неделя. Если вы что-то пропустили, заходите на сайт телекомпании город62.тв. Там по дате эфира легко найти любую программу наших журналистов. Не попадайте в криминальные сводки и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин